Наверное, для каждого главный праздник года соткан из десятка милых традиций. Наряжены елки, президента по телевизору, мандаринов на столе и, конечно, советских фильмов. Эти традиции переходят из поколения в поколение даже у тех, у кого официально родителей нет. В детском доме «Радуга» к празднику начали готовиться заранее, за две недели. Вместе наряжают елку игрушками, которые сделали сами. Тренд этого года – деревянные заготовки, сделанные лазерным станком. Каждый год, да, разные придумываем идеи, абсолютно творческие мыслим. Это может быть и что-то своими руками, и что-то, например, переделанное, творческое. Может быть, сшитое, связанное, выпиленное. А так все своими руками. Новогоднюю ночь проводят с семьями. В детском доме 31 воспитанник. Все они условно поделены на 4 группы. 4 семьи. Илья с братом уже 10 лет встречают праздник в стенах госучреждения. Рассказывают, торжество любят за дружескую, приятную атмосферу. Мы встаем и гуляем почти целый день. Ну, кто по девочке делает, потому что мы целый день. В том году мы делали, например, деревья. И кино посмотрим, посидим все дружно группой, потому что у нас как бы семейный коллектив. А здесь еще одна семья. Ребята постарше наряжают елки. Их в блоке 4. Не смогли выбрать, какую оставить, решили, пусть будут все. Вечером 31 воспитанники «Радуги» приготовят салаты, а после обращения президента отправятся на улицу посмотреть салют. Праздник, да, я люблю, потому что всегда он веселый, всегда есть на чем посмеяться. Потому что это праздник, праздник большим коллективом, всегда интересно. Малыши шьют игрушки в подарок друзьям. Решили делать кошечек, как символ домашнего уюта. В стенах учреждения воспитатели очень хотят этот уют создать. Относятся к ребятам с родительской теплотой, не казенно. 31 ночью в детском доме обещают быть все, вне зависимости от того, будет рабочая смена или нет. У нас есть такой четырехгодовалый Дима, который, когда первый раз с ним встретил, второй раз, и на третий раз он говорит, я забыл, как тебя зовут. Я ему на ушко тихонечко шепнула, для тебя можешь Нина или бабушка. И когда к нам не так давно приходили гости, и он сидел в центре большого стола, он меня увидел, я захожу, он так обрадовался, и ба, и тут же закрыла лотик. То есть ему очень хотелось, конечно, сказать бабушке. Не обойдется торжество и без концерта. Последнюю неделю декабря в детском доме непрерывный поток людей, желающих ребят поздравить и подарить им подарки. Гостям готовят ответный презент, сказочную постановку, наполовину кукольную, наполовину актерскую. Где он прячется? Прислал дурачка какого-то убогого? Ой, ой, мадемуазель, сили в упле. Эй, ха-пу, обмылок поишки. Нарыл же мешка из помойного мешка. В каникулы, рассказывают педагоги, программа плотнее, чем на буднях. Концерты, выставки, елки, походы в парке и кино. Брать от отдыха нужно все, считают в радуге. На всю оставшуюся жизнь у ребят должно остаться ощущение важности и нужности праздника Новый год. Практически 100% выпускников, уже создавших свою семью, возвращаются в детский дом и говорят огромное спасибо, что вы, так сказать, вели нас правильным курсом и объяснили, что есть семейные ценности, что есть такая семья, что есть дом. Мы умеем его вести и мы умеем создавать семью. Наверное, это самая главная наша задача. Настоящая семья, уверены в радуге, это не обязательно те, кто связаны кровными узами. Это люди, близкие по духу, любящие и понимающие друг друга, единомышленники. Именно с такой семьей и нужно встречать Новый год.